Состояние дорог, экономика города, строительство и впервые о личном. Мэр Бобруйска Александр Студнев дал большую пресс-конференцию. Как это было, узнаем уже буквально через минуту. Но главные итоги вторника подводят наши корреспонденты и я, Вероника Соколова. Смотрите сейчас. Алкоголь толкает на погромы. Разбили шесть ситофорных объектов. Как посиделки под градусом опозорили двух бобручан на всю страну. Подготовлюсь к ЦТ и сдам на 100 баллов. С февраля в Беларуси появится новый вид репетиционного тестирования. С подробностями Мария Бересневич. Больше чем полвека и почти как целая жизнь. 25-я школа празднует 55-й день рождения. Стеклянные, ватные, картонажные и с 80-летней историей в Бобруйске открылась выставка елочных украшений и новогодних открыток. В атмосферу праздника окунулась Елена Кутузова. Ремонт дорог, строительство жилья, развитие здравоохранения, успехи промышленности и перспективы развития всего городского хозяйства. Председатель Бобруйского горосполкома Александр Студнев провел итоговую пресс-конференцию для СМИ. Нашлось ли место неудобным вопросом и какие ответы все же остались за кадром? Ирина Богомолова про самые яркие фрагменты большого разговора с градоначальником. 2017-й был непростым, однако каким он был для жителей города Бобруйска и для страны в целом в большом разговоре с Александром Студневым. Большая пресс-конференция заняла, как отметили сами журналисты, не так уж и много времени. Вложились в час. Вопросы по существу, ответы лаконичные и исчерпывающие. Для бобруйских медиа Александр Студнев всегда открыт. Скажите, Александр Викторович, довольны ли вы результатами работы промышленного комплекса в этом году? «Хороший вопрос. Что значит доволен, не доволен?» Правда, в таком формате общаться градоначальнику довелось впервые. Никаких запретных тем и заранее согласованных вопросов. Обсуждали все, начиная от дорог и инфраструктуры, заканчивая личными новогодними планами и успехами дочерей. «Они учатся в Минске, но в город Бобруйска не приезжают на выходные по мере возможности». Не обошли стороной и вопрос, который сегодня больше всего будоражит общественность – реконструкция детской больницы. Собранные на благотворительном марафоне деньги освоят непременно, однако вместе с обновлением больницы в целом медсистему города ждут реформы. «Хотелось бы все-таки собрать воедино все медицинские учреждения, в частности, и детскую больницу, для того, чтобы это все-таки было в одном замкнутом пространстве, чтобы житель нашего города мог при необходимости, скажу именно такое слово, при необходимости, если надо уже попасть в медицинское учреждение, попало, чтобы уже весь комплекс услуг проходил в одном месте». В продолжении социальной темы вполне ожидаемо прозвучал вопрос завершения строительства школы на Западном. В 2017-м дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. «В 2018 год мы планируем однозначно обеспечить ввод нашей школы именно к 1 сентябрю». А еще ремонт городских магистралей, благоустройство дворов, движение транспорта и праздничная программа приближающегося Нового года. «Большая пресс-конференция с председателем Бобрусского горосполкома закончилась буквально несколько минут назад. Ближе к концу журналисты разговорились, и официальная часть, скажем так, перетекла в неофициальную». «Пресс-конференция была очень информационна, очень насыщена. Председатель отвечал откровенно, искренне на все вопросы. Мы получили очень много информации». Впрочем, это далеко не все вопросы, на которые ответил Александр Студнев. Полную телеверсию пресс-конференции смотрите завтра вечером в 18.05, сразу после выпуска новостей. Ирина Богомолова, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев, Максим Галеонко. Сегодня в Бобруйске. Двое налетчиков, шесть светофоров и один нескучный вечер. Новость про то, как подебоширили накануне бобручане, облетело сегодня все информагентства страны. Компания молодых людей отдыхала на площадке недалеко от социалистической. Сначала поговорили за жизнь, потом взялись за бутылку. Двоим посиделки вскоре наскучили, и парни отправились на поиски приключений. Их итог – один полностью сломанный светофор и выломанные козырьки у остальных. «С часу до двух часов ночи двое молодых людей на пересечении улиц Интернациональной и Советской разбили шесть светофорных объектов. Противоправное действие они совершали с помощью рук». Молодых людей задержали. Погромщиками оказались совершеннолетние рабочие одного из предприятий города. На них уже возбудили уголовное дело. За хулиганство, помимо солидного штрафа, нарушителям может светить и реальный срок. Минимум год, максимум шесть лет тюрьмы. Новое тестирование для бетуриентов. Неделя детской безопасности и елки под палкой. Кто возьмет новогоднее дерево под охрану? Далее – обзор самых заметных заголовков в городе и стране. В Бобруйске с 18 по 22 декабря проходит Неделя детской безопасности. Сотрудники госавтоинспекции с целью предупреждения аварии с участием школьников в преддверии зимних каникул проведут беседы в учреждениях образования города. За 11 месяцев 2017-го, напомню, в Могилевской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с несовершеннолетними. Один ребенок погиб, 40 получили травмы. В Бобруйске зафиксировано 10 ДТП, в которых пострадали дети. Нововведение для абитуриентов. В Беларуси уже в феврале 2018-го появится новый вид репетиционного тестирования – дистанционное. Бесплатное пробное испытание на сайте rix.by позволит желающим проверить себя по 15 предметам и отработать всю технологию с разбором заданий и с нахождением ошибок. Оценить свои знания будущие студенты смогут еще несколько раз в этом учебном году. Сейчас, напомню, завершается первый этап репетиционного ЦТ. Стоимость за один учебный предмет – 7 рублей. 70 мобильных постов и 95 фотоловушек будут отслеживать незаконные вырубки елок в лесах Могилевской области до конца года. Они появятся в местах, где чаще всего происходят нарушения, например, возле дачных и садовых участков. С 18 декабря на усиленный режим работы перешла и лесная охрана. К процессу подключена госинспекция охраны животного и растительного мира, представители Минприроды, МВД и других контролирующих органов. Штраф за незаконную вырубку деревьев в стране, напомню, составляет от 5 до 50 базовых величин для физлиц. Для ИП – от 20 до 200. Тысячи учебных дней и 5 тысяч выпускников. 25-я школа на днях отпраздновала 55-летний юбилей. Заведение всегда славилось квалифицированными специалистами и высоким уровнем подготовки. За эти годы школа выпустила именитых юристов, медиков, программистов, журналистов и военных. Все они до сих пор признательны за достижения наставника. В те годы в нашей школе в этом здании обучалось одновременно тысяча детей. И организация учебного процесса была организована даже в 4 смены. Поздравить родную школу пришли не только ученики и их родители, но и выпускники разных лет и ветераны труда. В праздничный концерт вошли скетчи, песни, стихи и танцы. Вся программа, как рассказали организаторы, собственного производства. Стеклянные, ватные, картонажные и с 80-летней историей. В Бобруське открылась выставка елочных украшений и новогодних открыток. Какие гирлянды висели на пушистых красавицах во времена СССР? Елена Кутузова как будто отпраздновала Новый год из детства. Галина Жук называет себя коллекционером-любителем. Собирает елочные игрушки с богатой историей. К необычному хобби пристрастилось 12 лет назад, когда впервые семьей нарядили новогоднюю красавицу раритетными украшениями. С каждым годом количество редких и необычных экземпляров увеличивалось. Что-то покупалось на рынках и аукционах, что-то дарили друзья и знакомые. На праздники даже целыми коробками. Сегодня в коллекции Галины их более тысячи. Дата изготовления самых старших – 30-е годы прошлого века. В экспозиции более 30 елок, которые украшали всем коллективом музея. Наверное, украшались намного десятилетий вперед. И каждая елка представляет какую-то определенную тематику. По елочным игрушкам можно прочесть историю советского государства. Узнать, какие события проходили, увидеть, чем и как жили люди. В те годы украшения даже пропагандировали новые идеалы. В 1937 году дирижабль СССР впервые находился в воздухе непрерывно 130 часов. В связи с этим, в честь этого, елочная игрушка появляется – дирижабль СССР. Игрушечная промышленность реагировала на знаковые события. С первым полетом человека в космос в производстве началась космическая эра. На новогодних елках появились космонавты, спутники и ракеты. Есть в коллекции Галины елочные украшения, которые выпускались по мотивам сказок. «Золотой петушок» – сказка о царе Салтане Руслан и Людмила. Экспозиции по произведениям представлены отдельно, плюс каждая дополнена иллюстрациями. В 1949 году, когда был юбилей 150-летний, то очень много вышло игрушек, даже серии игрушек по мотивам сказок Пушкина. Елочные игрушки в виде предметов быта – чайники, самовары, лампы – отличались текучестью формы и ручной росписью. Одни из самых любимых коллекционерам Галины – игрушки из прессованной ваты. Они изготавливались на специальном каркасе, с помощью которого им придавали заданную форму. Раскрашивались красками и покрывались крахмальным клейстером. Промышленность выпускала их до середины 50-х. Были в истории елочных игрушек и миниатюрные. Для таких же миниатюрных елочек их в основном ставили в коммунальных квартирах. В период правления Никиты Сергеевича Хрущева очень популярными были игрушки на сельскохозяйственную тематику. Особое внимание – царицы полей кукурузи. С каждым годом индустрия новогодних украшений набирала темп. Совершенствовались виды креплений и появлялись все новые герои. Животные, цирковые, артисты, музыканты или просто сосульки, шишки и шары. Наряду с елочными игрушками популярностью пользовались и новогодние открытки. Их в коллекции Галины Жук свыше 350. В экспозицию вместились чуть более 200. Открытки 50-х, 60-х особенно отличаются теплом и добротой. 70-х, 80-х тоже интересные открытки. Они яркие, красочные, но 50-х, 60-х живые. Проследить за историей развития елочных игрушек можно в выставочном зале до конца января. Впрочем, возможно, какие-то из этих украшений и до сих пор находят свое место на праздничных деревцах в современных домах. Елена Кутузова, Иван Боровой. Сегодня Бобруйский. Настоящий раритет. Такие сейчас не купишь. А жаль. Ну а такими итоги уходящего вторника увидели наши корреспонденты и я, Вероника Соколова. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо.